Мы качнули соперника, сразу перешли. Разницы нет, смотрите, когда крестит ноги или просто ноги. Значит, смотрите, здесь что получается. Мы обязательно соперника находимся в параллельном узбоку. Мы обязательно должны соперника качнуть. Я, например, что делал, да, подзюдо? Ноги не атаковал, отсюда качал и сразу закидал же петлю здесь. Подзюдо. Но сам бы делать нельзя. Боего можно сделать, сам бы нельзя. Поэтому смотрим сюда. Мы соперника качнули. Так, немножко продавили его. Смотрите, у нас идет атака по диагонали. Ручка у нас идет к ножке. Смотрите, и когда я начинаю перешагивать, у меня ручка сразу здесь захлопывает замок. Мы перекатились. Очень важно здесь ножку контролировать. Лучше прятать ноги под него. Либо же, да, крестить отсюда, так чтобы соперник не достал. Посмотрите следующий момент. Ломать можно. Есть и кроножные мышцы. Вот, посмотрите. Такая точка. Да, она очень болезненная. Да? Здесь. Либо же ахилл. Смотрите, когда я прихватил, очень плотно у меня все прижимает плечо. Мой кулак всегда находится. Вот так он. Мы ломаем вот эти места. Не вот так. А именно вот этой лучевой костью. Посмотрите. Здесь плотненько встали. Вторая ножка. Вторая ручка прихватила свой кулачок. Посмотрите. И здесь что получается? Я поддавливаю своим плечом. Я тихонько. И то же самое тазиком немножко подать. Делаем очень аккуратно. Это такой прием, он очень болезненный. Смотрите, да, ахилл. Бывает, что соперник там, да, чуть-чуть продавил у нас. И кроножную мышцу тоже самое можно ломать. Но ее лучше не ломать, а пилить. То есть, что это получается? Смотрите. Я когда зафиксировался, подпиливаю. То есть, идет. Да, кто хочет попробовать, вот сюда. Вот такое ощущение. На руку еще можно потерпеть болевую. На ногу очень тяжело. Да. То есть, смотрите, что получается. Я когда подприжал его точку. Рога начинает отекать, чтобы вы понимали, почему в бою это очень эффективно, да. Вот от Акторов, например, когда еще, очень болевые на ноги, они, то есть, тяжело очень терпится. То есть, к ним привыкают. То есть, специально в самбо есть, например, день партера, 40 минут, они просто угосятся в партере, отламывают, тянут ноги, чтобы мышцы привыкали. Именно привыкали. Самая сильная боль та, которую я никогда не испытывал. Это самая сильная боль. Если я ее умею чувствовать, терпеть, чуть собраться, и уже будет более-менее. Еще раз посмотрите. Очень важно здесь. Все должно быть очень плотно. Еще раз, ложись. Это в качестве такого, да, общего развития, чтобы вы могли в партере атаковать, и в стойке работать. Еще раз посмотрите. Я покажу медленно, потом покажу это, как побыстрее, как это должно выглядеть. Значит, смотрите еще раз. Очень плотно мы работаем с ножкой. То есть, ножку мы сразу, да, как за капута начинаем завязывать. Мы, смотрите, качнули, атакуем дальнюю ногу. Вы смотрите, как только я пошел, у меня сразу ножка переходит. Здесь. Видно? Я сразу ее прижимаю. Например, некоторые начинают отболзать вперед. Ростем, отболзай вперед, да. Я сразу же начинаю ее сюда добавлять. Видно, да? То есть, на каждое действие есть противодействие. Если вы умеете правильно отсюда работать, вы будете это чувствовать. С любой позиции надо атаковать. С любого положения. Видно, да? То есть, он сам отползает, я бум, сразу здесь рычаг отломал. Если же он начинает на меня ковыркаться, да, мы так же уберем. Все. Здесь обязательно я отсек, все, прижал. Раз. Переспустил. Два. Подведи ногу. Я делаю ему не больно, ну, это не больно, то есть, действительно, если это сделать посильнее, он... Можно с тобой домой ехать сегодня. Вот. Окажем помощь. Так, еще раз. Да, если это чуть-чуть делать побыстрее, ребят, еще раз говорю, больше экспериментируйте, пробуйте, да. Например, получается, можно немножечко добавить сопротивление. То есть, что это такое? Например, смотрите, я качнул, да, перешел сразу, опа, соперник там начинает там подниматься. Я могу его так же чуть-чуть отдавить его ногой. Отломал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...